Что будет в новом выпуске нашего сериала? Сможет ли Азан отговорить Эсру от развода? Что будет между Эфей и Азаном? Будет ли сериал финальным? Все и многое другое в нашем видео прямо сейчас. Прежде чем мы перейдем к нашему видео, если вы хотите, чтобы Эсра и Азан были счастливы, не забудьте поставить лайк нашему видео. После похищения мы начали думать, что отношения между Эсрой и Азаном были в самый раз. Особенно приятно было собраться всей семьей. Когда Азан сказал, что больше не влезает в ненужную ревность, все вдруг перевернулось с ног на голову. Азану не подходило быть таким терпеливым и снова делать ненужный выход. Если бы он понял, что происходит, когда пошел на место встречи, ему не пришлось бы проходить через все это сейчас. Азан и Эсра подошли к моменту разлуки, так как не слушали друг друга, как раньше. Они уже собрались вместе из-за формальностей, чтобы убедиться, что Атлас находится в семейной атмосфере. В то время как у них была хорошая возможность понять друг друга и показать более правильное поведение, они не могли использовать эту возможность снова из-за недопонимания. Она была очень расстроена после того, что сказала Эсра Азан. В конце концов, было неприятно столкнуться с дурными обвинениями, готовя Азану приятный сюрприз ко дню рождения. Вот почему она не хочет больше выходить замуж за Азана и оставаться вместе. Поэтому он хотел завершить все процедуры развода и чтобы Азан подписал его. Разумеется, развод Азан не примет. Азан захочет исправить свою ошибку и продолжить их брак. Успокоить и соблазнить Эсру будет непросто. У Азана также есть проблема с Эфи. Он воспользуется ситуацией между Азаном и Эсру и попытается сблизиться с Эсрой. К сожалению, Эфи не знает того, что знаем все мы, а именно любви Эсрой к Азану. Вот почему я не думаю, что у Эфи есть шансы. Все, что Эфи может сделать, это рассердить Азана. Конечно, Эфи нравится Эсру, но Эсра точно не будет с Эфи. Единственное, чего Азан не понимает, так это того, как сильно Эсра его любит. Конечно, винить только Азана было бы неправильно. Но Эсра хотела удивить. Что еще он мог сделать? Единственным несчастьем Азана было то, что он был свидетелем всего, что Эсра говорила и делала по поводу сюрприза. К сожалению, можно сказать, что Азан стал жертвой сценариста. Настолько, что Эсра всегда ловила Азана, что бы она ни делала. Конечно, не так сильно, но Азан стал жертвой сценариста. Впереди еще шесть серий, так как сказано, что она сделает финал в тридцать девятой серии. Именно поэтому сценариста решили в очередной раз разлучить Эсру и Азана. В конце концов, еще несколько глав будут разделены и воссоединены. Вдумайтесь, даже сон длился всего три серии. Я бы хотел, чтобы они могли держать его дольше с более сильными персонажами и сценарием. Теперь давайте посмотрим, что произошло в этом эпизоде. Эсра также пришла в дом Рюи, и Гажанил Гун пригласила ее внутрь. Сон не дома. Его мать говорит ему, что Рюа пошла в аптеку и сейчас же придет. Тем временем Эсра говорит, что хочет в туалет. Когда она шла в туалет, ее внимание внезапно привлекли картины Азана в комнате Рюи. Когда он входит в комнату и видит, что стены сплошь увешаны картинами Азана и газетными вырезками, он удивляется и ужасается. Он сразу хочет собрать свои вещи и уйти из дома. Однако, когда она открывает дверь, там Рюи Барыш. Хотя Азан настойчиво звонил Эсре, он не мог до нее дозвониться. И быстро приходит в дом Рюи. Когда он спрашивает об Азане Рюи, его мать говорит ему, что его нет дома. Когда она спрашивает об Эсре, Гажанил Гун говорит, что никогда ее не видела. Однако машина Эсре стоит перед дверью, и Азан не верит в это. Он тут же входит и начинает обыскивать комнаты одну за другой. В последней комнате он видит вырезки из газет и журналов со своими фотографиями. В гневе он спрашивает мисс Нил Гун, где Эсра. Барыш и Рюи, напротив, отвели Эсру на склад и связали ее. Дрим очень обеспокоен присутствием Эсры. Как раз в тот момент, когда он собирался взять режущий инструмент и убить Эсру, пришел Мир и помешал ему. Азан, с другой стороны, очень зол на Гажу Нил Гун и просит Эсру показать ей, где она находится. Сон, напротив, ведет себя как психически больной. Он идет к Эсре и рассказывает, что влюблен в Азана еще со школьных времен. Затем он заклеивает рот Эсры. Тем временем Азан и Нил Гун Ханным отправились в путь. Гажа Нил Гун сообщает им, что они пришли тайно. Азан идет на склад, ничего не подозревая. Пока он пытался убедить и спасти Эсру, когда он вошел, не поняв предупреждений Эсры, Барыш ударил его по голове деревом и нокаутировал Азана. В компании Мусани может достучаться до Азана. Сразу после этого он звонит Эсре. Однако он также не может добраться до Эсры. Теперь он был пойман в Азане и привязан к боку у Эсры со связанными руками. Однако Эсра и Азан забывают о своей ситуации и начинают спорить. Особенно, когда Эсра слышит, что Азан не сообщил в полицию, она начинает еще больше злиться. С другой стороны, Рю и Барыш больше не знают, что делать. Барыш приходит на ум попросить денег, и они решают попросить денег у Мусы. Когда Барыш и Нил Гун Ханным покинули склад, Рю сразу же подошла к Азану и сказала, что ей очень жаль. Азан, с другой стороны, пытается убедить Рю решить их. Однако Рю не убежден и укрепляет связи между Эсрой и Азаном. Тем временем Барыш звонит Мусе и просит 10 миллионов лир и предупреждает Мусу не сообщать в полицию. Муса рассказывает Эка о ситуации. Эка сразу же и рассказывает Эльф об инциденте. Однако, когда он говорит Эльф, все в доме могут это слышать, потому что громкоговоритель телефона включен. Тем временем Эсра и Азан успокоились. Они извиняются друг перед другом за свои ошибки. Эсра извиняется перед Азаном, особенно когда Азан говорит, что Атлас не хочет умирать, прежде чем назвать его отцом. Они становятся очень эмоциональными из-за ситуации, в которой находятся, и лучше понимают свои потребности друг в друге. Тем временем Эка и Муса идут по окрестностям. Семья Эртин и Зюмрутханам составляют план по спасению Азан и Эсра и немедленно отправляются в путь. Азан и Эсра пытаются развязать свои веревки. Меникши, Йилчин и Зюмрутханам находят подходящий склад. И они составляют план проникновения на склад, хотя и не могут договориться. Тем временем Эсра слышит голос своей матери. В этот момент их ловит Барыш. И Барыш подключает всех к складу. Однако по мере того, как количество людей на складе увеличивается, Барыш и Рюя не знают, что делать. В этот момент полиция совершает налет на склад и ловит Барыша и Рюю. Таким образом, все спасены. Они все идут в ресторан и едят вместе. Тем временем Нериман ест и узнает, что Зейна и Муса помолвлены, и сообщает об этом все ее округи. Затем он говорит, что кому-то нравится Зейна, и они хотят прийти и посмотреть на это. Когда Моисию слышал это, он очень расстроился. Однако Зейна очень зол на Мусу за то, что он не сделал ей предложение. Он сразу же принимает то, что сказал Нериман, и говорит, что они могут прийти и посмотреть на это. Муса злится, встает и уходит. Вечером все расходится по домам. Азан и Эсра начали ухаживать друг за другом вечером в их доме. Когда пора ложиться спать, Азан приходит к Эсре под предлогом любопытства. После разговора с Эсрой приходит Атлас и говорит, что хочет остаться с родителями, пока уходит. Благодаря Атласу Эсра и Азан понимают, чего они не могли сказать друг другу. Элиф и Эйка очень взволнованы, потому что думают, что у них будет ребенок. Однако им немного грустно, когда результат теста отрицательный. На следующее утро Эсра находит в шкафу красную коробку, пока Рай складывает вещи. Внутри коробки находится снежный шар, который Эсра купила для Азана, а позже разозлилась и сломала его. Когда Эсра его видит, она очень радуется, что не выбросила его. Элиф, с другой стороны, всю ночь думала о результатах теста и строила планы в уме. С другой стороны, Зейна недовольна ситуацией, в которую она попала. Несмотря на то, что она не хочет, она просит Меникши о помощи, чтобы выйти из этой ситуации, в которую она попала, просто назло Моисею. Азан отправился в компанию и во время разговора с Мусой понимает, что Муса в плохом настроении. Когда он спрашивает Мусу, Муса очень злится и уходит из Азана. Затем, пока Азан пытается подбодрить Мусу, Эсра пытается утешить Зейна. Однако Муса боится жениться, потому что всегда живет один. Тем временем Элиф взяла свою мат с советом, который она получила от парикмахера Неремана, и начала посещать фонтаны. Зюмрут, с другой стороны, не мог понять этого. Тем временем Эсра подумывает о вечеринке-сюрпризе на день рождения Азана. По этой причине Азан во время разговора видит Макон, предложенный Эфи. Однако после этого он меняется и говорит, что не будет таким образом ревновать к Эсрею без колебаний и продолжает свой путь. По дороге домой Эко понимает, что рассказала Неремана ситуации между Ней и Элиф. Все, кто идет перед ним, говорят Эко, давай, ты сможешь, и Эко поддерживают. Нереман объяснила эту ситуацию всей округе. Когда Эко идет домой и злится на Элиф, она пытается заставить Элиф пить воду, которую она наполняет из фонтанов, чтобы успокоить ее. Тем временем Эсра вместе с Эфи пошла посмотреть на это место. Когда Азан слышит, что они ушли, он снова пытается успокоиться. Вечером Азан и Эко отправились к Мусе, чтобы поддержать их. Однако Муса очень расстроен и зол на Зейна. Тем временем они подбадривают Мусу и убеждают его жениться на Зейна. Однако они думают, кому доверить задачу выпросить у Зейна Мусу. На ум приходит Изумруд Ханна. Хотя он сначала не принимает это, когда он слышит, что Меникши здесь для Зейна, он сразу же соглашается, и все они идут в дом Зейна, чтобы попросить Зейна. Однако, когда Изумруд возвращается домой, все начинают путаться. Когда Меникши отдает Зейна другому мужчине, все начинают запутываться. Когда Муса не выдержал этой ситуации и ударил другого, комната ударила Мусу. Когда все расходится по домам, Муса и Зейна остаются одни. И Муса говорит Зейна, что хочет жениться. Тем временем Азан и Эсра рассказывают о том, что они говорили друг другу раньше по дороге. И Азан теперь хочет действовать ближе. Точно так же Эсра хочет быть рядом с Азаном. Как раз в это время, когда звонит Эфи, Азан сдерживается, чтобы не думать плохо. Когда приходит Азан-Эсра, он говорит, что у него звонит телефон. Однако Азан чувствует себя очень плохо, когда Азан говорит, что звонила в ее мать, а не Эфи. И он заканчивает романтическую ночь до ее начала и говорит, что собирается спать. Утром Азан хочет пойти в компанию непосредственно перед завтраком. Эсра, с другой стороны, не понимала, что в отношении Азана что-то было. Когда Азан пошел в компанию, хотя он и был расстроен тем, что его день рождения они вспомнили, момент, где ему стало скучно, это то, что он солгал себе прошлой ночью. Когда он рассказывает о событиях с Мусой, Муса говорит, что Эсра определенно что-то знает. Эсра продолжает готовиться ко дню рождения Азана изо всех сил. Как раз в это время, когда входит Азан, Эсра злится на людей в комнате. Когда Азан хочет поговорить с Эсрой, Эсра находит предлог и не хочет разговаривать с Эзаном. Позже, пока он продолжает приготовление на месте, услышав его разговор с Эфи, он много думает про себя и решает отправиться на место. Когда они видят Азана по пути к месту встречи, все прячутся, и только Эсра остается посередине. Однако Азан очень зол и, увидев перед собой Эсру, говорит Эсре очень плохие слова. Эсра не знает, что делать перед лицом того, что говорит Азан. Пока Азан говорит, Эсра очень расстраивается, и в этот момент Эка не выдерживает и кричит, хватит. В этот момент появляется Эка и все остальные, и Азан очень удивлен. Однако Эсра очень грустит и немедленно уходит. Хотя Азан идет за ней и извиняется, Эсра очень расстроена. В этот момент он снимает кольцо с пальца и вкладывает его в руку Азана. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашем сериале. Увидимся в следующем видео. Будьте осторожны. До свидания. Свидания.